Приветствую вас на канале правильный выбор. В данном видео расскажу о беспроводном пылесосе от компании Redmond, модель RV-UR355. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Я очень старался, собирал всю информацию о характеристиках, анализировал отзывы, монтировал и озвучивал. Очень надеюсь, что вам понравится и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. С вертикальным беспроводным пылесосом вы с одинаковым комфортом можете наводить порядок как в квартире, так и в салоне автомобиля. Аккумуляторный пылесос не имеет провода, поэтому с его помощью удобно чистить лестницы, коридоры, убирать пыль под шкафами и диванами. Везде, куда тяжело дотянуться аппаратом с проводом. Благодаря особой крепежной системе вы можете прикрепить беспроводной со всеми насадками к стене, чтобы он занимал меньше места при хранении, был всегда под рукой, а насадки не терялись. В комплект беспроводного пылесоса входит комплект щеток. Турбощетка предназначена для чистки гладких полов и ковровых покрытий с коротким ворсом. Щетка для мягкой мебели эффективно убирает пыль и шерсть домашних животных с диванов, кресел и пледов. Челевая насадка 2 в 1 подходит для очистки домашней техники и труднодоступных мест. В углах, на стыках плинтусов и пола, в салоне автомобиля. Ее можно использовать как с ворсом, чтобы собрать волосы и шерсть, так и без него, для уборки мелкого сора. Количество насадок 3. Вместительность пылесборника 500 мл. Уровень шума 70 дБ. Размер. Высота 33 см. Вес 1,8 кг. Достаточно зарядить аккумулятор и можно наводить порядок в любой части квартиры, не опасаясь, что штепсель выпадет из розетки или шнур заденет и уронит напольное кашпо. Полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа. После этого пылесос способен работать без перерыва более получаса. Время работы 30 минут. Время зарядки 3 часа. Режимы. В модели предусмотрено два режима работы для разных видов уборки. Более интенсивный подходит для очищения сильно загрязненных поверхностей. Менее для легкой ежедневной уборки. В салоне машины удобнее использовать в сложенном виде. Если нужно освежить гардин или шторы, присоедините к аккумуляторному пылесосу трубку-удлинитель. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете, и сначала я расскажу, на что жалуются обладатели этого пылесоса. Мощность плохая. Это не пылесос, скорее турбовеник. Без турбощетки беспомощен абсолютно. Сломалась главная вещь – турбощетка. Низкое качество пайки контактов. Паршивенькое качество сборки. Плохо всасывает предметы с гладкой поверхности. Шерсть и волосы наматываются на щетку. На краю паласа щетка останавливается. Крышка для очистки пылесборника плохо прилегает, что уменьшает мощность всасывания. Сильно гремит, если пылесосить плитку. Нужно крепить к стене держатель для пылесоса. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Турбощетка хорошо собирает волосы. Не надо сидеть у зарядки. Сам отключает подачу электричества на батарею по окончании. Уровень шума низкий. Заряжается он по времени, как и заявлено у производителя. Хорошо всасывает пыль с кафельного пола или нолиума. Есть удобная насадка для мебели. Не занимает много места. Никаких проводов. Пылесос работает от аккумулятора. Хорошее качество сборки. Возможно, вы станете владельцем этого беспроводного пылесоса. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!